Традиционно в середине лета музей-заповедник Горки-Ленинский встречает любителей джаза. Впервые фестиваль здесь прошел три года назад. Идея его проведения в формате open-air, то есть выступления музыкантов на свежем воздухе, пришлась по душе зрителям. Мероприятия с каждым годом собирают все больше и больше гостей. Фестиваль проходит в рамках губернаторской программы «Наша подмосковь». То есть его функция, прежде всего, в значительной степени, в большом процентном соотношении, она насыщает культурную повестку в Московскую область. Мы на это затрачиваем определенные усилия, ресурсы, и бюджетные, и административные. Он не является, по сути, коммерческим проектом. Он является проектом таким просветительским, встроенным в культурную политику региона. На пресс-конференции журналистов прежде всего интересовало, что нового в этом году придумали организаторы и какие музыканты и творческие группы посетят мероприятия. На эти вопросы ответил главный идейный вдохновитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман. Одним из главных событий станет приезд американской джазовой группы «Орегон», которая впервые за 15 лет выступит в России. У нас выступят замечательные музыканты, которые выступают у нас на лейбле, записываются. Это Вадим Иленкрик, сейчас один из главных таких джазовых музыкантов, очень медийное лицо, выдающийся трубач. Также выступит пианист и вокалист Олег Акуратов. Программа обещает быть разнообразной и интересной. Своим творчеством зрители порадуют известные российские музыканты и, конечно, сам Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Помимо этого на фестивале пройдет конкурс художников, мастер-классы по флористике и различные спортивные мероприятия. Также в ходе подготовки и проведения фестиваля будет работать порядка 50 волонтеров из молодежных советов Ленинского района. А для удобства гостей организуют дополнительные автобусы, маршруты номер 439 от станции метро Домодедовская до горы Клининских. Он будет с часу до пяти вечера ходить с регулярностью 30 минут, в зависимости от наполняемости. Примерно 120 вместимость самого автобуса. Комфортные, низкопольные для того, чтобы и люди с ограниченными возможностями могли посетить фестиваль. И с 18 до 22 будет обратный трансфер также до метро Домодедовская. Мы это делаем впервые по просьбе организаторов фестиваля на такой регулярной основе. Год от года мероприятие набирает популярность, но по словам Игоря Бутмана, два дня для фестиваля это не так много. Музыкант мечтает, чтобы он стал более масштабным и, возможно, проходил все три летних месяца в разных городах Подмосковья. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.